У нас первый час дня, и температура держится ноль, снег лежит, да, Мелиса? Кошки находятся в основном дома, сейчас чуть погуляют и к батарее. Вот так у нас сейчас снег и не падает, и не тает, ноль градусов. Ну, в общем, неплохая погода для зимы. Я сейчас пойду в дом и что-то вам буду там показывать, пока еще не знаю, чем буду заниматься. Тут много каких-то домашних забот, поэтому пока не придумала. Но, скорее всего, что-то опять буду творить на подоконниках. Зашла в дом, тут, конечно, теплее и комфортнее. Спасибо всем, кто меня поддержал в комментариях. Благодарю. Всем нам сейчас тяжело, как-то надо держаться, но иногда вот так вот плющит. И надо время, чтобы чуть-чуть как-то войти опять в эту жизнь. Хоть она у нас и не прекрасна, но жить как-то надо. В общем, я здесь на подоконнике в кухне. Хочу показать вам горшочки, которые я делала в прошлом году. Ну, здесь у меня росли какие-то непонятные растения. Видео прикреплю. И, в общем-то, горшочки уже с теми растениями вообще никак не смотрелись. Они у меня уже такие видавшие виды. Но я решила их оформить по-своему. Посадила сюда хавортии. Напишу, как они называются. Это скрещенные растения алоэ и хавортия. И у меня получился вот такой вот дизайн тогда. Я здесь положила вот такие ракушки. Все это лежит благополучно. Ничего не изменилось. Здесь у меня керамзит. И эти растения, они, собственно говоря, чуть-чуть увеличились, но немного. Хорошие растения, которые не тянутся, никуда не вырастают, не лезут. Не надо его подстригать, убирать что-то. И второй такой же горшочек. Вот он. Одинаковый я практически их сделала. Тоже у меня здесь ракушки, керамзит, цветные камни. Все это посажено. И вот так эти два горшочка меня, собственно говоря, радуют. Из-за того, что чуть-чуть облезли эти горшки, они приобрели еще более такой старый вид, как бы. И на кухне они растут. Здесь у нас навес. Вот. И поэтому здесь солнце бывает только боковое. Вот там, когда заходят. Прекрасно себя чувствуют эти растения. Как видите, здесь сейчас не для ухода. Вообще ничего не нужно. То есть у них все в порядке. Я сейчас только вот так вот опрыскаю. Полив у них тут есть. Периодически я так подливаю. Но немножко, всегда немножко. Тут есть тоже слив. И очень довольна я этими растениями. Хорошие экземпляры. Можно высаживать и практически не подходить к ним. Особенно, когда сделаешь вот такое вот оформление. И его хватает на года. Прикреплю видео. Это у меня просто там следующее видео. Которое я хотела бы, чтобы вы вернулись и посмотрели его, как я это делала. А я пойду сейчас на другой подоконник. И покажу, как там себя ведет один горшок, который я тоже делала в январе. И февраль, скорее всего, этого года. Горшок у меня стоит в зале. Вот видите, на солнечном месте. Это солнечная сторона. И здесь был посажен вот такой кактус. И если вы посмотрите то видео, где я делала эту посадку, то вы увидите, как он вырос. Он стал таким высоким. И очень интересно выглядит. Покупался маленьким заморшем. Вот смотрите, какие здесь полоски идут по всему листу. Такие, как мраморные. Сейчас я его поближе вам покажу. Здесь еще растет растение. Тоже подпишу. Адромискус. Он не особо вырос. Чуть-чуть. Вот я вижу новые листочки. Вот такие вот красноватые сверху. Рост у него не такой, как у кактуса. Вот у этого. И здесь еще гастерия. Я там еще показывала, что у нее есть детки. И детки, видите, уже какие. Уже там их много. Этих деток. Развитие идет. Было цветение. Я его обрезала. И само растение заметно увеличилось. Вот здесь у меня вот такое вот оформление. Сейчас я это все тоже побрызгаю и покажу вам. Здесь мое вмешательство вообще не нужно. Все осталось так, как и было. И камни, и керамзит. Такое оформление. Тут я смотрю, и с этой стороны детки есть. Растения растут. Тут чуть-чуть вот что-то коричневое. Не знаю, что это. Вроде бы крепко все сидит. Ничего не опадает. Что-то есть такое. Главное, что этот кактус, он просто увеличился. Не знаю, раза в три, наверное, в четыре. И очень много деток. Хорошо, что он не очень колючий. Колючки есть, но ему не так много. В общем, прикольный экземпляр получился. Интересная композиция вместе с ним. Вот такой вот длинный кактус. Камушки. Вот такие растения. Субтитры сделал DimaTorzok но это не все на сегодня у меня появились горшки были у нас гостях дети они мне привезли привезли горшок у меня такие же есть вот еще появились у меня вот это вообще хороший большой такой экземпляр сколько тут 8 и 9 литра вот 626 это 21 на 21 464 и 6 литра и 2 такой все пыльная надо мне пар протереть 14 на 14 135 литра дело в том что у меня очень много растений растет в маленьких горшочках им там некомфортно мне неудобно поливать вот поэтому я попросила привести такие горшочки хочу сделать здесь хорошую такую большую композицию сейчас это все вытру посмотрю что я смогу сюда посадить и покажу вам как я буду это делать у меня тут хватает разных вот вот я отсаживала и у дочки на подоконку тут у у меня в песке сидят видите тоже там размножаются вот эта гастерия дочки на подоконнике тоже маленький горшочках все растет я хочу использовать это все вот у дочи тут тоже такие то тут пропало что-то у нас такие вот еще есть все что-то я возьму и сделаю композицию протерла горшок здесь есть такой поддон я показываю предыдущих видео тут можно тоже сын дырки делал в общем чтобы выходила хорошо надо надо пробивать вот эти вот дырки очень хорошо что здесь есть такой вариант убираем хорошо что вот есть такое отверстие если надо подливать в поддон то можно подливать в поддон ну и тут можно видеть есть ли вода или нету там воды насколько он сухой или не сухой нити на улице за землей у меня тут есть горшки где пропаленные растения поэтому я отсюда буду брать сейчас дренаж наполняем горшок у меня в этих горшках с песком поэтому все нормально так и надо как заполнила еще буду добавлять принесла все растяжки которые он дайте были на подоконнике хочу и один большой горшок поставить а может быть потом еще в одном стиле как говорится но вот смотрите сюда войдет штук 5 наверное растений возможно те которые медленно растут вот таким могут еще дополнить эту композицию сейчас я буду вынимать их из горшков и примеряю очередь освобождаю вот эти металлические горшочки они как временные идут у них продавались растения и долго держать здесь нельзя потому что видите ржавеет стенка брала камушки которые были тут вот такой насыпаны и вытащила первое растение это гибридное алоэ я уже показывала меня в других горшках растет и вот так уголок его хочу посадить него буду плясать это будет у меня высокорослое растение и рядом уже будут чуть поменьше поменьше и где-то здесь будут какие-то такие мелочевка покажу корень который у меня здесь нарос за 10 месяцев в таком небольшом горшке хороший корень поверхностный вот видите какой корень занимает место так сейчас я его и посажу жалую тоже росток у горшочки здесь меньше ржавчины почему-то может быть он быстрее впитывал влага корни здесь смотрите уже надо было пересаживать он занял в этом горшочке уже все пространство смотрите корешки зелененькие прямо на концах живенькие тут отпал листочек я его убираю чуть-чуть вот здесь какой-то чернота есть но ничего я с этим не сделаю почему буду высаживать рядышком два растения есть и смотрите я как бы по диагонали так высаживаю так высаживаю сюда буду высаживать тут уже может быть мелкая чуть так побольше высажу посмотрим никогда заранее не знаю что я хочу что получится как он подскажет так и выйдет чуть отвлеклась вот у меня еще два металлических таких горшочка буду по одному вынимать тоже здесь высаживать какая-то хавортия смотрите сколько тут деток наросло за это время я пока не буду отделять буду так и высаживать корни хорошие наросли но не видите поверхностные не вглубь идут как вот у этого алоэного адромискус вот как у него корень мелкие такие переплетены все в общем я вот так вот устраиваю диагональ вот так вот направление большим листом сюда угол высаживаю это высадила у меня насыпалась здесь земля у меня есть там такая дуйка можно здесь такая штучка выдуваем сначала надо было кисточкой пройтись кисточку кисточка не очень уходит заливается еще есть пинцеты что нужно будет хотя бы раздравить и повыдувать ладно я дальше буду высаживать потом уже подкорректирую что у меня тут так железные все свои вот я освободила больше использовать не буду у меня еще здесь остались что-то и оставлю потому что вот это алоэ она будет высокая на сюда никак не подойдет его не буду трогать вот такие вот мелкие они очень хорошо сидят вот у меня тут три штуки вот этот волосатик здесь у меня два экземпляра вот такой пушистый и такое но это пойдут в другой горшок я думаю и вот еще есть такие детки в общем я сейчас буду здесь украшать ну и тут 6 штук есть совсем маленькие вот это малыша я скорее всего не буду осаживать тем более поломаться посажу обратно в тот горшочек пусть он один один тут растет вот так а вот эти пять сейчас буду как-то высаживать какую-то такую линию мне хочется и еще вот эти вот три у меня тоже их можно здесь использовать вот вынула разложила корни здесь хорошие тату шок большом были горшочки ну сравнительно большим вот эти которые маленьких сидели тут такие корни поменьше тоже хорошие все массажер затянуло и солнце уже совсем нету нет темнота какая-то в камеру вроде все видно вот посадила такие растушки здесь пять штучек здесь три и все-таки беру вот эти сейчас выкопаю и мне хочется здесь вот чтобы они свисали вот так попробую еле вынула среди какой корешок у меня образовался это в небольшом горшочке идет в углу поэтому все здесь с краешку посажу и выкопать тоже с краю посадить мне кажется что это немножко было тоже корешок хороший так я посадила теперь надо все почистить буду вставлять камушки которые будут украшать эту композицию такой у меня есть материал камушки там тиланси у меня росли теперь освободились стеклянные лазоны и оттуда достала камушки а есть еще такой вот у меня наборчик тут покупные камни так что сегодня этим пользуюсь пошли камушки рассыпать мне как-то неинтересно было поэтому я их вот так выкладывая беру крупнее так вот тоже в диагональ выкладываю мне кажется что так интереснее будет выглядеть даже если они покроют всю землю не могу я просто так насыпать она все смешается и эти камни которые я выложила крупные не потеряются поэтому укладываю так я подобрала в прошлом году цветные камни то я даже их делила на светлые и темные для того чтобы сделать красивый рисунок серенькие камушки вот что вышло меня в конце концов теперь надо это все полить аккуратненько потому что земля сухая меня эти растения не перелиты положено суккуленты надо поливать аккуратно так как у меня здесь есть куда уходить в воде я не особо боюсь теперь потому что до этого они сидели некоторые из них сидели в горшочках без отверстий была опасность что могут загнить так полила теперь опрыскиваю убираем все пыль грязь смываем с растений композиция много растений сюда посадила сейчас поставлю на подоконник покажу вам как он выглядит сверху ставлю на подоконник вместо кучи маленьких горшочков теперь стоит один большой широкий еще бы если он был немного ниже то вообще было бы супер но и так хорошо такая получилась композиция смотрим Gr atm гряду 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 Продолжение следует... Продолжение следует... На этом всё. Творческий процесс закончился. Кому интересна эта тема, ставьте. У меня там реакции. Пробуйте. Я думаю, что у вас тоже получится. Прикольная тема для размышлений и медитации. Всем пока.